Гуманитарный груз с новогодними подарками В этом году мы тоже привезли подарки, их количество 7400 штук Их получат все дети школьного возраста и все дети, которые посещают дошкольные учреждения Там будут разные подарки на три категории, дети младшего возраста, среднего и старших возрастов Сегодня от лица всех детей администрации города Красный Луч, управления образования, педагогических работников и родительской общественности Хочется выразить слова благодарности и признательности главе Республики Башкортостану, Радио Хабирову За подаренный момент и радость, подаренный нашим детям в самый новогодний волшебный праздник Новый год Новогодний подарок для дошкольников будет выдан во время проведения новогодних утренников К сожалению, с сегодняшнего дня все общеобразовательные учреждения города закрыты на дистанционное обучение Но дети до конца недели с помощью родителей получат свои сладкие подарки и уже на Новый год будут со своим подарком находиться дома Новости телеканала Луч Концертная программа «Новогодний вернисаж» состоялась в Краснолучской детской музыкальной школе 22 декабря Воспитанники учреждения культуры в преддверии Нового года продемонстрировали жителям города свое мастерство, а также новые инструменты При поддержке президентского фонда культурных инициатив, а также при содействии Министерства культуры ЛНР Музыкальная школа получила баяны, аккордеоны, гармонии, маршевые барабаны, деревянные и медные духовые инструменты Ударную установку, комплект струнно-смычковых инструментов, скрипки, виолончели, контрабасы, интерактивные доски для теоретического отдела Этот год выдался для нас очень плодотворным Благодаря содействию правительства Российской Федерации, президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина Который стал учредителем национального проекта «Культура» По этому проекту музыкальной школой были получены комплекты музыкального оборудования инструментов, музыкальная литература Все это сможет повысить уровень обучения наших детей и способствовать их культурному росту и развитию Комитет тарифного и ценового регулирования ЛНР принял постановление об установлении тарифов для населения и приравненных к нему категории потребителей на 2024 год с календарной разбивкой по полугодиям Об этом говорится в телеграм-канале правительства ЛНР В первом полугодии тарифы останутся на уровне действующих в настоящее время Ежемесячный платеж за электрическую энергию не изменится до 1 июля 2024 года Во втором полугодии тарифы на электроэнергию установлены с учетом повышения в пределах размера определенного для Луганской Народной Республики на федеральном уровне 16,7% При этом установленные с 1 октября 2023 года диапазоны потребления и понижающие коэффициенты будут сохранены и в 2024 году Постановление опубликовано на сайте Комитета и на официальном интернет-портале правовой информации Продолжение следует... Продолжение следует...